Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, я просто с большим удовольствием делаю сегодняшний обзор браузера Brave, в котором встроен тор, блокировка рекламы, поиск удаленных страниц и так далее и тому подобное. И все это с открытым исходным кодом. Итак, Brave, что переводится как отважный, смелый, это просто браузер. Очень красиво сделанный, быстрый, на мой субъективный взгляд ничем не уступающий по скорости хрому, а пишут, что превосходящий все современные браузеры, при этом это браузер, у которого есть ряд встроенных фишек, выводящих его из разряда обычных. Но сначала покажу, что он ничем не отличается, а по мне так и превосходит обычные браузеры по удобству, а потом о фишках, так что досмотрите до конца. Вот это пока не понятно, что за цифры, и это пока не понятно, а вот это вроде понятно. Тут отключение-включение виджетов на странице. А, ну и да, это просто браузер. Поиск по умолчанию Google, вот YouTube. На самом деле уже тут есть небольшие отличия от обычного браузера, но пока их, я думаю, никто не замечает. Вот. Цифры, кстати, изменились. Еще тут что-то про Brave Rewards, но на английском. Давайте посмотрим, есть ли тут русский. Это должно быть в настройках. Удобные настройки, кстати. Тут же история, закладки, страницы Downloads. Короче, удобно, прямо скажу. Мне нравится больше, чем Chrome. Так вот, у нас в дополнительных настройках языки. Русский есть. И теперь нужно поставить эту галочку. Отображать Brave на русском. Отлично. Перезапустили. Есть. Ну, только шрифт, конечно, какой-то. Ну да, New Romance. Не очень современный. Пусть будет вот этот. Так, ну вообще по настройкам я проходить не буду. С одной стороны их тут много, с другой, как всегда, по умолчанию все прекрасно работает. Вернемся к основным функциям. Вот появились иконки последних посещенных сайтов. Можно их закрепить на этой странице или добавить в закладки. Сейчас. Тогда уж добавим теплицу. Собственно, это делается вот так. Добавить в закладки. Можно выбрать папку, если она есть. Вот у нас появилась закладка. Можно добавить закладку отсюда. Вообще, управление закладками вот здесь. Здесь же можно создать папку. Ну, в общем, все достаточно стандартно. Вот так это выглядит в браузере. А теперь переходим к нестандартной части. Первая — это попытка зайти на Root Tracker, который, как известно, заблокирован на территории РФ. И что мы видим? Мы видим Root Tracker. А происходит это потому, что в Brave встроен Tor. То есть он не только открывает запрещенные сайты, а для России это актуально, но и частично позволяет сохранить приватность в интернете. Если уж говорить о приватности, то давайте еще раз заглянем на YouTube и я открою какой-нибудь свой ролик, потому что точно знаю, что в моих роликах реклама есть. Но если открывать мои ролики через Brave, то никакой рекламы мы тут не обнаруживаем. Как, впрочем, и вообще на сайте YouTube. То есть в Brave встроен помимо Тора еще и блокировщик рекламы. А кроме того, в него встроены блокировщики трекеров, перемещение между сайтами, поведение в соцсетях, словом все, что отслеживает вас в сети для таргетирования рекламных объявлений. То есть можно сказать, что Brave это браузер, который по умолчанию без дополнительных установок обеспечивает вашу приватность. Вот, кстати, эта цифра говорит, сколько уже всего было на заблокировано. Но кто-то называет Brave вором. Поскольку формально создатели контента живут в том числе на рекламных отчислениях, не будем сейчас говорить о том, что у большинства пользователей стоит Adblock, а суммы, которые получают создатели контента не сопоставимы с прибылью агрегаторов. Но в любом случае у Brave есть вот такая история. Не буду останавливаться подробно, сам пока не пользовался, но тут вы можете включить таки рекламу и зарабатывать деньги с тем, чтобы впоследствии перечислять их создателям контента. Пока я так понимаю это все формируется и система не совсем рабочая, по меньшей мере в России, судя по комментариям. А вообще эти деньги можно даже отсюда вывести. Расчеты идут в криптовалюте БАТ. И последняя вишенка на торте — поиск удаленных страниц. Не смог найти ничего подходящего, поэтому удалил страницу на своем тестовом сайте. Вот ошибка 404 и вот кнопка «Проверить наличие сохраненной версии». Фича эта называется Wayback Machine. Есть такая история — архив интернета. Некоммерческая организация, которая делает копии веб-страниц и хранит их где-то у себя на серверах. Так вот, в случае удаления копия страницы может остаться там. В моем случае нет, я ее только что создал и сразу удалил, но бывает, что копия остается и Брев ее находит. Вообще я бы назвал этот браузер прорывом, поскольку он проходит между Сциллой и Харибдой, политикой и корпорациями. Они запрещают и контролируют, мы преодолеваем запреты и контроль. В 2017 году этот стартап привлек на ICO 36 миллионов долларов за 30 секунд, а ICO — это криптовалюта. Крипта ведь тоже не под их контролем, а вот. Если хотите продолжения — голосуйте лайками и комментариями, но обязательно пишите, что нужно рассмотреть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok